Абхая Сутта. К принцу Абхая. Маджхиманикая 58. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагайей в бамбуковой роще в Беличем ущелье. И в то время принц Абхая отправился к Нигандханатапутте и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Тогда Нигандханатапутта обратился к принцу. Ну же, принц, объяви ошибочными слова отшельника Готама, и о тебе распространиться по миру — это чудесная весть. Принц Абхая объявил ошибочными слова отшельника Готамы, такого великого и такого могущественного. Но как же, почтенный, я объявлю ошибочными слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного. Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме и по прибытии скажи следующее. Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? Если отшельник Гатама ответит на это, Татхагатта говорит другим неприятные и противные слова, то тогда ты скажешь, так в чем же разница между тобой, почтенной, и обычными заурядными людьми? Даже обычные заурядные люди говорят другим неприятные и противные слова. Но если отшельник Гатама ответит так, Татхагатта не говорит другим противных и неприятных слов, то тогда ты скажешь, а как же, почтенный, твои слова о Девадатте? Девадатта обречен на удел лишений. Девадатта обречен на ад. Девадатта будет кальпу вариться в аду. Девадатта безнадежен. Девадатта был расстроен и рассержен этими твоими словами. Когда ты задашь отшельнику Гатаме, этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Это как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле. Он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатаме, этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Ответив, как скажешь, почтенный, принц Абхая поднялся со своего сиденья, поклонился Нигандха на Тапутте, обошел его с правой стороны и отправился к благословенному. По прибытии он поклонился благословенному и сел рядом. Затем, сидя там, он взглянул на солнце и подумал, «Сегодня неподходящий день для того, чтобы опровергать слова благословенного. Завтра у себя дома я опровергну его слова». А потому он обратился к благословенному. «Может ли благословенный вместе с тремя другими монахами принять мое приглашение на завтрашний обед?» Благословенный молча согласился. Тогда принц Абхая, осознав, что благословенный принял приглашение, поднялся со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его справа, ушел. После того, как минула ночь, ранним утром благословенный накинул свою робу и взял чашу и верхнее одеяние, отправился в дом принца Абхая. По прибытии он сел на подготовленное для него сиденье. Принц Абхая собственноручно обслужил благословенного превосходной разнообразной едой. Затем, когда благословенный поел и убрал руки от чаши, принц Абхая подготовил себе более низкое сиденье и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Господин, говорит ли Тадхагатта другим противные и неприятные слова?» «Принц, на этот вопрос нельзя ответить категорично «да» или «нет». «Тогда, господин, нигантхи потерпели поражение». «Почему, принц, ты говоришь, тогда, господин, нигантхи потерпели поражение?» «Только вчера, господин, я ходил к нигантха на Тапутте, и он сказал мне, «Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатами и по прибытии скажи следующее. Господин, говорит ли Тадхагатта другим неприятные и противные слова?» «Как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить, его ни выплюнуть?» «Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатами этот двойной вопрос рогатины, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть». В тот момент принц держал на руках малыша и благословенный сказал принцу, «Как ты думаешь, принц, если бы этот малыш из-за твоей невнимательности или же невнимательности няньки взял бы в рот палку или камень, что бы ты сделал?» «Я бы вытащил это из его рта, господин. Если бы я не смог вытащить, тогда, удерживая его голову левой рукой и выцарапывая это из его рта пальцем своей правой руки, я бы вытащил это, даже если бы поранил его. И почему? Из-за желания малышу благополучия». «Точно так же, принц, если этот хагатта знает, что эти слова недействительны, не истинны, неполезны или не связаны с целью, неприятны и противны другим, то он не говорит их. «Если этот хагатта знает, что эти слова действительны, истинны, но не полезны, неприятны и противны другим, то он не говорит их. Если этот хагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны, но не приятны и противны другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. «Если этот хагатта знает, что эти слова недействительны, не истинны, неполезны, но приятны и милы другим, то он не говорит их. Если этот хагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны и милы другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. И почему так? Потому что этот хагатта наделен состраданием к живым существам». «Господин, когда мудрейшие или жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходит к татхагате и спрашивает его, «Имеется ли у него такое заблаговременное разумение, если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так». «Или же этот хагатта говорит ответ сразу на месте?» «В этом случае, принц, я тебе задам встречный вопрос. Отвечай так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, разбираешься ли ты в частях колесницы?» «Да, господин, я разбираюсь в частях колесницы». «И как ты думаешь, когда люди придут и спросят тебя, как называется эта часть колесницы, имеется ли у тебя такое заблаговременное разумение? «Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так, или же ты дашь им ответ сразу на месте?» «Господин, я известен своим знанием частей колесницы. Все части колесницы мне хорошо известны. Я дам им ответ сразу же на месте». «Точно так же принц, когда мудрейшие и жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходят к Татхагатте и спрашивают его, он дает им ответ сразу на месте. И почему? Потому что слова Дхаммы досконально познаны Татхагаттой. Благодаря этому доскональному познанию свойств Дхаммы, он дает ответ сразу на месте. Когда так было сказано, принц Абхая обратился к благословенному. «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный, различными способами прояснил Тхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Тхамме и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». Комментарии к сути. «Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так, или же Татхагатта говорит ответ сразу на месте». Имеется в виду без предварительного обдумывания заранее.